В это воскресенье утро на перроне железнодорожного вокзала было весьма людным. Родители, педагоги, друзья. Все с нетерпением ожидали прибытия скорого поезда из Москвы. Победа анапских школьников на всероссийском конкурсе «Песни и строя» – это результат сложнейшей подготовки. Гордость и счастье просто переполняет. Вот за то, что дети наши победили первый раз. И такое событие они везут кубок. Заняли три первых места в номинациях. То есть это потрясающе. Вы представляете, если дети победили, то какое счастье-то у родителей. Очень, конечно, благодарна нашим наставникам, потому что они их сумели сплотить. А наставники также в числе встречающих. Это администрация Анапского сельского округа и представители казачества. Это наша общая работа с казачеством. Это у нас 13 казачьих классов в школах станицы Анапской. И очень мы гордимся тем, что наши казачата заняли первое место среди 60 команд Российской Федерации, которые соревнования приходили в Москве. И они показали себя в отличной форме. Показали, что у нас казачество есть, живет и будет жить вот в них, в этих мальчишках и девчонках. Это работа наших казачьих преподавателей, казачьих наставников и казачьего общества станицы Анапской, стариков наших, которые довольно-таки часто и твердо занимаются с казачатами по военно-патайчистской работе. Ну и везде с ними каждый день. Так что эта работа проявляется в соревнованиях. И вот он долгожданный момент. Поезд Москва-Анапа прибывает точно по расписанию. Две минуты на общение с родителями и команда на построение. Глядя на слаженность, дисциплину и выправку школьников, сомнений не остается. Эта победа была заслуженной. Ребята стали победителями в трех номинациях. Спортивные соревнования, смотр-конкурс, строевая песня и прохождение торжественным маршем. Подготовка перед отбытием, конечно, была серьезная. За месяц мы уже начали подготовку строевой песни, строевой подготовки, прохождение, то есть строевым маршем, песни, естественно, далее. Также дети учились заниматься коллективными мероприятиями, такими как викторины, такие вещи, как бег в составе подразделения, ну и тому подобное. Значит, по пути следования уже в Москву мы уже не теряли время, я уже в вагоне. Тоже изучали викторины, изучали там про Великую Отечественную войну. Кроме этого, школа номер 12 была награждена грамотой председателя ДСАФ России генералом-полковником Александром Калмаковым за активную гражданскую позицию и высокие показатели работы по военно-патриотическому воспитанию детей и молодежи.